Доброе утро! В эфире новости. С вами Владимир Токмаков. Перейдем к выпуску. В Минсельхозе Алтайского края подвели итоги уборочной кампании 2022 года. По оперативным данным ведомства, хозяйство региона получили 945 тысяч тонн подсолнечника. Определили и районные рекордсмены. Так, больше всего подсолнечника собрали в Каменском районе. 56,5 тысяч тонн. На втором месте по урожайностью Шипуновский район. 53,5 тысячи тонн. Замыкает тройку лидеров в Поспелехинский. Там собрали 47,6 тысяч тонн подсолнечника. Также в топ-10 по урожаю этой культуры вошли Ключевский, Локтевский, Родинский, Топчихинский, Волчихинский, Баевский и Олейский районы. Также Минсельхоз Алтайского края опубликовал итоги уборки гречихи в прошедшем сельскохозяйственном сезоне. В 2022 году в регионе получили рекордный урожай. Больше 800 тысяч тонн. Лидером в сборе этой культуры стал Троицкий район. Там собрали почти 60,5 тысяч тонн гречихи. На втором месте Целинный район почти 60. Третье место занял Красногорский район. Третье место занял Красногорский район. 43,7 тысяч тонн. Также в десятку рекордсменов вошли Советский, Салтонский, Олейский, Усть-Пристанский, Бийский, Смоленский и Косихинский районы. Переработать, а не выбросить. Барнаульцы смогут сдать елки на правильную утилизацию. Из них сделают древесно-волокнистые плиты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Акция по сбору новогодних деревьев пройдет 21 января с 11.00 до 13.00 на нескольких площадках. Точки откроют на площади Народной, в сквере на площади Октября, на улице Балтийской, а также рядом с торговыми центрами «Огни», «Арена» и «Гулливер». Три алтайских учреждения присоединились к программе «Пушкинской карты». Об этом сообщили в региональном Минкультуре. Теперь молодежь сможет бесплатно посещать музеи и кинотеатры из Миногорска, Панкрушихинского и Рубцовского районов. Сейчас в программе участвуют 72 культурных учреждения из 8 городов и 11 районов. Напомню, пользоваться «Пушкинской картой» могут жители региона от 14 до 22 лет. В этом году ее номинал 5 тысяч рублей. Новый год в каждый дом. Сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний поздравили детей с ограниченными возниками. Возможностями здоровья. Акцию провели с волонтерами Всероссийского движения «Мы вместе» и «Мехуткой». Подарки получили 36 детей. Их родители – сотрудники ФСИН. Большую часть сладостей вручили на театрализованном шоу «Лесной саботаж» в Барнольском ДК «Сибенерганмаш». А тем, кто на праздник не приехал, подарки доставили лично. Вот как это было в Рубцовске. Подарки здесь вручили у нарядной елки в фойе театра имени Брахмана. Спасибо вам за то, что предоставили возможность встретиться с нашим старым добрым Мехуткой, который был у нас в гостях. Спасибо вам большое за то, что приехали к нам в Рубцовск, за те эмоции, которые подарили детям, за то настроение, за новогоднее чудо. Кроме того, Мехутка и сотрудники ФСИН приехали в гости к детям, чтобы поздравить их в домашней обстановке. Тебе от Дедушки Мороза пришел, принес тебе подарочек. На, держи. Дедушка Мороз тебе лично передам. Сказал лично сберечь, перенести ей. А это Биск. Мехутка побывал и там, чтобы поздравить детей с Новым годом. Привет. Привет. Проходи к нам. Я Никутка. А тебя как зовут? Глеб. Глеб, привет. Держи подарок. С наступающим Новым годом тебя. Поздравляю. Спасибо. Подарки получили также дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые живут в Заринске, селах Шипунова и Угловское. Новогоднее такси заметили барнаульцы. Фотографиями украшенного салона автомобиля поделился один из жителей краевой столицы в соцсетях. Он рассказал, что на потолке машины развешаны шарики, а на креслах колпаки Деда Мороза. Водитель даже купил мешок конфет, которыми угощал всех желающих. По словам пассажира, это лучший таксист в городе. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»